Как прошла тренировка? Ой, хорошо, такая нагрузочная была в конце. Эмоциональный футбол был, по пенальти проиграли, к сожалению. Ваша команда, да? Да. Что за сборный клуб, что можешь сказать с мальчиками? Честно, ничего, мы сегодня разобрали их немного. Так, в принципе, как играют тактику. А глобально, ни игрока, ни одного не знаю, ничего не могу сказать. Андрей, расскажите, пожалуйста, что отрабатываем на тренировке, особенно вот этот отворот, когда Карпанова несколько раз объяснял, возвращал мяч назад и так далее? Это обычные тренировки, тактика, как выходить из обороны позиционно, так же, как обороняться, прессинг делать. Ну, такие-то обычные тренировки в сборной, потому что у нас большого цикла обычно не бывает, такого недельной подготовки к матчу. Поэтому есть время подготовиться тактически. Обычно только физически можем что-то, и совсем чуть-чуть тактики, а сейчас есть время для этого. Вы сам по самочувствию, у вас была травма, да? Вы сказали, что вы были удивлены, когда вас вызывали в сборную. Я так понимаю, что плюс-минус для резерва, да, пока у вас роль такая или нет? Не знаю, узнаем, ну, кого вызывать, я думаю, не знаю. Каждый, значит, рассчитывает выйти на поле. И тренировки, старший штаб на тебя рассчитывает. Да, много пропустил, но уже чувствую себя нормально. Сколько, игры три уже сыграл в чемпионате, поэтому спасибо штабу, что вызвали, что, значит, доверяют. Поэтому так. Андрей, вы видели, вы часто оказывались рядом с Далером, общались. Я так понимаю, давно не виделись, да? Как у него дела и соскучились, наверное, да? Потому что прям постоянно рядом оказывались на разминке и так далее. Ну да, немножко соскучился. Ну, уехал прям как сразу, как во Францию после сезона. Поэтому не видел. Очень рад был его увидеть. Так, Арсена Адамова тоже, он уехал с кем ребятами играли в «Зените». Вот, ну, Далера все хорошо, сами видите. Вот, в сборные туры попадает. И все ему нравится, как рассказывает, он в свою, так, в сферу попал. Ему будет, а ему все нравится. Футбол, эмоции, атмосфера на стадионе, которой сейчас в России, может, нет, не так много. Вот, поэтому наслаждаюсь футболом. После того, как пообщался с Далером по поводу его жизни, игры в Европе, самому туда чуть больше не захотелось? Донецк на самом деле всегда хочется. Тем более, когда смотришь на ребят, сейчас Далер уехал, Арсена, Захариан. У Сани Головина так все хорошо получается в сборной, ой, в сборной в Монако. Поэтому, конечно, хочется. Еще сильнее мотивирую даже своими успехами. Поэтому очень хочется. У тебя было какое-то реальное предложение уехать в Европу? Когда действительно у тебя там контракт на руках, агент тебе говорит, вот есть такая возможность. Был такое? Ну, контракт на руках у тебя должен быть, когда только там уже договорятся клубы. Поэтому... Ну, это предложение было? Да, да, было. Было. Одно предложение было. Расскажешь подробнее, хотя бы страна или не клуб? Ну, во Франции, да, было. Но не получилось немного там. А как давно это было? Это вот последний трассер на клуб? Летом, летом, да. Почему остался? Ну, потому что не было у клуба, наверное, возможности сейчас выкупить меня, наверное, так. Ты переподписал контракт? Недавно. С чем я тебя поздравляю. Там... Было ли условие у тебя, что, может быть, какая-то сумма с тупных для клубов из Европы, раз ты так хочешь, что-то попробовать? Или что если поступит предложение, оно тебя будет устраивать, тебя клуб отпустят? Вот как-то это обсуждали? Да, да, я думаю, и клуб знает, что у меня есть мечта, и там, да, конечно, есть определенная сумма какая-то для топ-чемпионатов. Поэтому с перицелом, конечно, если все хорошо будет, но, опять же, все от меня зависит. Буду хорошо играть, будет предложение, будем рассматривать. Вот, пока на данный момент еще травма так сложилась, и принял решение сейчас подписать контракт, и, ну, там уже в будущем, конечно, буду стараться, чтобы попробовать себя в сильном чемпионате. Андрей, мы уже привыкли, что в сборной России официальных матчей не участвует, но есть вот этот вот элемент интереса, что сейчас приходится играть с экзотическими сборными, с которыми раньше невозможно себе было представить, что мы сыграем с Кени, с той же самой Кубой. Это любопытно. Ну, хорошо, что мы уже сдвинулись, что мы можем играть хотя бы в России. Обычно мы сейчас ездили во все страны СНГ, съездили, вот, сейчас африканские страны посещаем, нас посещают. Поэтому, ну, конечно, интереснее играть в топ-сборных, но мы находимся в такой ситуации, я бы так, вот, поэтому сборная нужна, и всегда честь вызываться в сборную, поэтому пока на данный момент так. Давно не вызывались в сборную, вот, как раз в том числе из-за повреждений, как раз-то соскучились по сборной, по атмосфере, какая атмосфера, какие ощущения? Да, атмосфера всегда потрясающая, очень хорошо, соскучился по всем, кого-то там давно не видел на этом. Саню Головина, наверное, года два-два с половиной, наверное, не видел там, к примеру. Вот, поэтому, да, всегда приятно вернуться, не вызывался, наверное, сколько, полгода из-за травм, поэтому, хорошо, конечно, очень рад. Так, следите, вот, за международной повесткой, УФА в этом году допустил команду 17 лет сборную до чемпионатов Европы, потом просто отложили, потому что в этот раз не получается, потому что жребевка уже прошла, не в чемпионат Европы отборная, а чемпионат Европы в целом такой шаг, как оцениваете, как... То есть, в Москве, да, вы имеете? Да, да. Ну, а сколько я слышал, там некоторые сборные отказались, да, и поэтому... Выкатировали, да. Да, да, из-за этого же, по-моему, отменяли, насколько я знаю. Нет, просто отложили из-за того, что отложили вопрос, потому что технически не смогли найти решение, чтобы сейчас это писать в отборную, там жребевку уже прошла. Ну, я думаю, это очень положительный шаг, вот, хотя бы, ребята, дети, можно так сказать, да, до 18 лет, да, не взрослые, потому что они точно ни в чем никак не виноваты, и все, что происходит, сейчас это политические моменты, ну, не хочешь с них углубляться, вот, но для, я думаю, для российского футболочного, для спорта это уже шаги вперед, поэтому очень рад этому. В целом, понимаете, что это может быть как шаг к тому, чтобы и основная сборная была на Кучу? Ну, безусловно, я думаю, к этому и все идет. Андрей, вот момент концовки матча с Краснодаром, как часто я вспоминал, может, обсудили этот момент, сказали спасибо, что не попал. Вот, мне очень жалко, так все хорошо сложилось, после минуты такая хорошая игра была за первое место, вот, момент тоже хороший был, к сожалению, не попал. Да, нечего сказать. Конечно, пересматривал момент, думал, надо было пробить, наверное, на технику больше, но там в тот момент принял, что на силу буду бить просто в дальний угол. Видимо, чуть неправильно сделал. Как в команде отреагировали? Вот на это, там, подказывали, может быть, или, наоборот, говорили, вот, нам все, заборол. Ну, там, ладно бы, там, я с метр бы там не попал, когда все сделаю. Там вроде в этом моменте все сам сделал, поэтому все, конечно, расстроились немножко, что там такой шедевер мог маленький получиться. Вот, но, блин, да, жалко-жалко, могли бы на первое место выйти. Андрей, явно не привыкли на втором месте, да, находиться в РПР? Ну, такое, да, необычное чувство, когда смотришь таблицу, вроде, сверху кто-то есть. Вот, но ничего, я думаю, я уверен, все исправим, может, ожидая зимнюю паузу. То есть, прям уверенность, что первое место «Зенита» и больше никого у вас прям есть? Ну, у меня есть уверенность, да. Что, я думаю, мы, ну, с большой опыт, я думаю, уже такой, пять лет подряд, ребята много, у всех чемпионство есть. Поэтому у нас, я думаю, в плане психологии есть больше шансов. А в целом, в чем, видите, вот, причина такого скомканного старта? Может быть, три поражения было на старте, это было больше, чем в прошлом сезоне вообще в целом? Ну, опять же, ребята-лидеры ушли. Это Малком, Долер, очень важный игрок у нас был в центре поля. Вот, мы схему, я считаю, поменяли. Все так, Вендола не было, подъехал попозже тоже. И, как бы, ну, там много факторов таких, вот, одно на другое накладывалось, и вот так получилось. В основном, я считаю, сейчас выровняли все, чуть-чуть, все притерлись, там, к новым схемам. Вот, поэтому, я думаю, уже, я после травмы вышел. Как часто вот в твоей карьере случалось, что между игроками, поскольку ты неудачных матчей, может быть, завязывались какие-то потасовки, ну, драки, ну, бывало, что вы говорили? Да, я. Бывало, бывало, конечно, это нормально, это футбол эмоции, все хотят победить, кто-то чем-то недоволен, я думаю, без этого, не, возможно, футбол, вообще, в принципе, спорт. Пеняева покалывали над тем? Ну, все спросили, да, уже. Но, на самом деле, я еще, когда смотрел игру «Спартак», «Локомотив», я уже это все увидел. Вот, и когда только приехал, уже спросил, и вчера какая-то новость, да, вот эта вышла. Вот, но я тоже спросил, он говорит, ничего у них не было, вброс какой-то информации, вот, поэтому. Ну, Артем эмоциональный игрок, поэтому такое у нас тоже где-нибудь случалось. Андрей, сборная играет, ну, в регионах, да, выезжает, как вообще к такой практике относится, что не в Москве, там, не в Питере, а куда-то нужно ехать, играть там? Как бы я понимаю, на самом деле, что в регион, нужно, чтобы команда сборная приезжала, вот, но как-то вот, мне кажется, когда в Москве вот это была, игра с Камеруном, прям такой праздник был, и сейчас очень редко сборная играет вообще в стране, поэтому, мне кажется, вот в Москве было бы поинтереснее сейчас народ собирать, вот, ну, мое мнение. В Москве на Кубу много народу не пришло бы, скорее всего. Ну, вы чего? Публика избалованная. Чем? В Камеруном? В много московских команд. Ну, сборная – это все равно другое, в сборную всегда народ приходит. Кубы – это клубы, но сборная – другое. Мое мнение, не знаю, мы не узнаем будет. А если бы не Куба сюда прилетал, а вам надо было ли там Куба прилететь? Я думаю, меня бы никто не спросил, и не я бы точно это решал бы. Ну, полетели бы, я думаю, такие страны. Но, наоборот, это вот если посмотреть, страны такие экзотические, вот, да, плюс есть. А в Волгограде, вот сейчас будет матч, вы играли вообще в Волгограде? Да, не раз, конечно. И в ФНЛ, когда я поиграл, и в премьер-лиге «Ротор» был уже два года назад, по-моему. Конечно, не играл. Водич Митрофанов, ну, один из главных людей в нашем футболе, после игры с Кении и Камеру, ну, вот эти два матча были на прошлом сборе, сказал, что нашим футболистам явно гораздо более приятно и более мотивировано, когда играть дома. Правда ли, что вы, когда со сборной выезжаете, ну, играете за пределы страны, совсем другой настрой, может, где-то больше как в товарищеской игре. Есть ли у вас в этот момент разница? Ну, я думаю, вот, если смотреть, даже игру у меня не было, но игру с Кении сможешь, это какой-то, да, больше товарищеская игра какая-то. Была прям такая тренировочная. Ну, там, на поле отеля какого-то играли, да, народу мало было. А когда ты играешь там дома в огромном стадионе, полный стадион тебя поддерживают, там, у тебя родные, близкие, все рядом на стадионе. Это большая мотивация. Поэтому, ну, тут не то, что дело в мотивации, но, как бы, все родные стены, ты не можешь там полностью не выкладываться. Поэтому, ну, конечно, и легче дома играть. Это даже по клубам видно, если ты дома в своем городе играешь, и на выезде, конечно, тяжелее. Прошлый год был такой, как говорили на протирку, строилась новая команда. У вас сейчас есть ощущение, что от сборной тут только победа? Что люди, ну, все равно, что строится новая команда, сборная должна выходить и побеждать, все равно, а у вас, кем она играет? Ну, уже да, я думаю, так уже меньше происходит такого прям нового обновления. Больше вызываются, ну, так можно сказать, старички. Вот. Ну, мне кажется, от сборной всегда у нас ждут победы. Вот. Может, не всегда так все гладко складывается у нас. Но я думаю, сейчас в этой игре обязаны, конечно, потому что уже и ребята приезжают, иностранцы. Вот. Они лидеры и в клубе, и в сборной. Поэтому, я думаю, у нас большие шансы, да. Что начнется, если вы не обыграете культу? Думаю, ничего. Не начнется. Что именно начнется? Ну, я думаю, что культика будет очень жесткая. Блин, ну, мы играем в России, у нас постоянно критика на сборную. Поэтому... А вы можете себе представить, что вы не обыграете культу? Все возможно, но я уверен тоже. Вот по сегодняшней тренировке все готовы хорошо, у нас середина сезона идет. Я думаю, все и физически, и тактически сейчас есть время. Поэтому, я думаю, все хорошо будет. Была ли какая-то теория? Вы знаете, хоть одного футболиста? Я сказал уже нет, но ни одного футболиста не знаю. Но теория была так. Образно посмотрели, как они двигаются. Глобально ничего не могу сказать. А я тогда вопрос о другом. Как думаете, такие сборные культа знают хотя бы одного футболиста из Болгии в России? Я предполагаю, что да. Кого? Ну, Головина, я думаю, точно знают. Дзюбу, наверное, слышали. Ну, Дзюба сейчас не в сборной, но точно слышали. Вы достаточно молодой парень, по тому, как складывается ситуация по его международной обстановке. Как думаете, у вас есть шанс сыграть на большом турнире? Очень обидно, что у вас получилось так с Евро 2020 ковид помешал. Ну да, чемпионат мира тоже обидно. Так два огромных турнира пропустил. Не по своей вине, можно так сказать. Ну, надежда есть. Очень хочу. Но, опять же, это опять не от меня все зависит. Сейчас политические моменты, не хочется вылезать. Но то, что сейчас, как я вижу, происходит, думаю, сдвиги есть какие-то. Поэтому свет в конце туннеля есть.